Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего нашего улока Способы получения предельных углеводородов Ну, во-первых, хочу сказать, что предельные углеводороды Это такие углеводороды, которые по своим химическим свойствам, как вы помните, достаточно инертны Поэтому они достаточно в большом количестве могут находиться в природе Так как они входят в состав природного газа, входит в состав нефти То основные углеводороды, получается, извлекаются как раз из природного газа и из нефти Это что касается огромных промышленных масштабов Если говорить о небольших количествах, то эти углеводороды можно получать также, исходя из разного сырья Какие это могут быть примеры? Значит, такой предельный углеводород, как метон, который наиболее распространен в качестве основы сырья химического Этот углеводород можно получить из простых веществ, таких как углерод и водород Итак, первое Получаем из углерода и водорода по реакции соединений В результате реакции, которая протекает при нагревании, образуется метан Для этого можно взять две молекулы водорода Это первая реакция, по которой можно получить метан Метан можно получить еще следующим способом Если в качестве исходного сырья взять карбид альминия То при взаимодействии с водой можно получить метан Реакция будет иметь следующий вид При взаимодействии с водой В результате реакции получается метан И выделяется алюминий гидроксид Чтобы яйца была записана правильно, уравнять ее нужно следующим образом 12, 12, следовательно здесь не будет взять 12 молекул воды Таким образом из карбид альминия получается метан Это второй способ получения предельного водорода Также метан можно получить еще в лабораторных условиях Использован для этого ацетат натрия и щелочь Натрий гидроксид Реакция будет выглядеть следующим образом При взаимодействии со щелочью Реакция пойдет следующим путем Итак Если мы выделим вот эту часть У нас останется метан Кроме метана То, что у нас осталось Создает молекулу вещества, которую вы хорошо знаете Это натрий карбонат Эта реакция имеет название реакции дюма Это третий способ при получении металла Но, как вы понимаете, кроме метанла нужно получать и другие углеводороды Так вот, для того, чтобы получать углеводороды более длинной углеводородной цепи Существуют реакции, которые называются удлинение углеводородной цепи Эти реакции я разработал немецкий ученый бюрц И эти реакции будут выглядеть следующим образом Для того, чтобы из короткого углеводорода, например, из метана Получить углеводород более длинный Необходимо реакцию провести в две стадии Причем первая стадия протекания этой реакции Это будет известная вам уже реакция хлорирования Итак, четвертый способ получения Это реакция бюрца или удлинение углеводородной цепи Если за основу мы возьмем с вами метан То при реакции галогенирования Как вы помните, она протекает при освещении Мы получим хлорпроизводное соединение Это CH3 хлор И выделиться в крово-модалке Вещество, которое мы получили На первой стадии Используется во второй стадии Если мы возьмем две молекулы хлорметана И вы понимаете, что нам нужно Вот эти две частички соединить Для того, чтобы эта цепь удлинилась Если они соединятся Так, задача этой реакции состоит в том Чтобы какое-то вещество забрало хлор Что может забрать хлор? Хлор может забрать активный металл Таким активным металлом является натрий Но так как хлора два Соответственно, мы должны взять два атома натрия для реакции В результате реакции Натрий заберет свой хлор А остатки метильные Соединяясь между собой Удлиняют цепочку сметана до этана Соответственно, получим Таким образом, изначально в этой реакции мы имели металл В конце реакции мы получили с вами металл Эту цепочку можно утренять настолько Насколько существует необходимость Подведем в санги Основными способами получения Детельных углеводородов В промышленных масштабах Являются получение их из природного газа и из нефти Что касается более меньших масштабов То их можно получить из простых веществ Можно получить из карбидоалюминия Можно получить из ацетата, натрия и щелочи Это в лаборатории И если нам нужен углеводород более длинной цепочки Из более коротких Мы можем с вами использовать реакцию бюрдз На этом все Урок закончен